Я забыла, я куртку поменяла, у меня здесь маска лежит всегда. Ну где мне ее взять сейчас? Я на работу опаздываю. Вы серьезно хотите меня выгнать из автобуса? Покинуть салон жительницы Самары все же пришлось. Правила без маски на выход действуют для всех без исключения. Более того, автобус не начинает движение, если пассажиры пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте ежедневно ведется межведомственной рабочей группой при участии профильного департамента, представителей компаний-перевозчиков, сотрудников полиции и добровольной народной дружины. В отношении граждан, которые не соблюдают требования Роспотребнадзора и не следуют постановлению губернатора, составляются административные протоколы. Штраф по решению суда может достигать 30 тысяч рублей. Для антимасочников, пойманных неоднократно, размер санкций увеличили до 50 тысяч. Так, только за прошлую неделю межведомственная комиссия выявила 69 нарушителей. С начала года их уже 240, а с осени 2020-го, когда к проверкам подключилась полиция, в суды направили уже 1219 протоколов. Нужно носить маски, что это мера, направленная на защиту жизни и здоровья, что вирус, он никуда не ушел и продолжает вот где-то среди нас гулять, и вот на больничный уходят все больше и больше коллег у нас в том числе. Поэтому помните, пожалуйста, используйте средства индивидуальной защиты, чтобы маска была на вас, чтобы она закрывала и нос, и рот, и, пожалуйста, сохраняйте ее до конца поездки. Пассажиры троллейбуса номер 19, в котором Любовь Фомичева работает кондуктором, всегда используют средства защиты. Они сами одевают, я их не контролирую. Смотрите, у меня в масочки все заходят, смотрите. У меня все в масочках заходят. Членам экипажа ежедневно раздают средства индивидуальной защиты, которые они обязаны использовать во время работы. За исключением водителей, которые выполняют рейсы в закрытых, изолированных от салона кабинах. В транспорте размещены номера телефонов горячей линии, на которые пассажиры могут позвонить в случае, если сотрудники транспортного предприятия работают без маски или спускают ее на подбородок. О неисправности рециркуляторов воздуха, которые установлены в салоне подвижного состава, также можно сообщить. Обращения принимаются и через социальные сети. Благодарим наших пассажиров о том, что они реагируют на то, что там не включена лампочка в рециркуляторе и просьба проверить, работает он либо нет. Мы оперативно реагируем. На самом деле все рециркуляторы воздуха исправны. В случае, если он выходит из строя, оперативно служба главного инженера реагирует на это сообщение. Либо устраняют, либо направляют на ремонт. Перед выходом на линию весь подвижной состав моют и обрабатывают антисептическим раствором, состав которого одобрен Роспотребнадзором. Между рейсами экипаж самостоятельно проводит дезинфекцию контактных поверхностей. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События.